Друзья, всем огромнейший привет! Как вы знаете, совсем недавно приобрел для себя GoPro 12 и с Алиэкспресса заказал вот такой вот наборчик аксессуаров для нее. В этом, надеюсь, небольшом выпуске. Распакуем этот чемоданчик. Вообще, никогда у меня не было экшн-камеры, без понятия, какая вещь для чего. На Алике такие наборчики продаются где-то от 30 до, наверное, даже 50, может и 60 долларов. Зависит от комплектации, зависит от того, что внутри. Конкретно мой набор стоил на распродаже 34 доллара, после распродажи его цена увеличилась там до 50 с копейками. Распакуем, посмотрим. И, наверное, первое, что я уже открывал, смотрел, хочу сказать, что вот в нем был вот такой вот кейс. Этот кейс, конечно, самый дешевый, который может быть. Этот кейс не идеальный, далеко не идеальный. GoPro, когда помещается в него, особенно та часть, где камера, мы можем видеть то, что вот здесь вот она намного шире, и прямо вот видно то, что в натяг идет. Но в то же время, пока не будет у вас какой-то более-менее нормальной другой защиты, в этот кейс камера помещается, и, в принципе, неплохо там находится. Но, видите, то есть, закрывается он без какого-то напряга, закрывается он легко, без надавливания, без ничего. Поэтому камера в нем находится свободно, но мне, допустим, это вот утолщение как бы не очень нравится. Я бы покупал более дорогую какую-то защиту. Значит, теперь перемещаемся непосредственно к кейсу. Не знаю, зачем мне все это надо, когда покупал себе GoPro. Думал то, что, конечно же, все нужно, все важно, а сейчас посмотрю на все это разнообразие, на многообразие вещей, которые здесь лежат, и понимаю то, что, скорее всего, я буду пользоваться, ну, в лучшем случае, наверное, какой-то частью из этих вещей. Перекинул сюда уже аксессуары, которые лежали в комплекте с GoPro, и, наверное, начать мне хочется не по порядку, а начать мне хочется вот с такого вот небольшого штативчика-держателя. Вот им-то я буду пользоваться с вероятностью, наверное, 100%, то есть его можно так вот поставить и установить на него вашу GoPro-камеру, что я сейчас и сделаю. И смотрите, как отлично выходит, то есть это такая как ручка-держатель, очень удобно, если необходимо, можно вот нажать на кнопку, этим пальцем дотянуться. То есть мне нравится, вот этой вот штучкой я, наверное, буду пользоваться, вряд ли как штативом, скорее всего, как вот такой вот ручкой-держателем. Две штучки, которыми я буду пользоваться точно, я вам рассказал. Смотрим дальше, что у нас имеется. У нас имеется вот такая отличная по длине селфи-палка, но, к сожалению, она не отличная по качеству. Смотрите, какая у нее длина, даже на широкий угол получается. Не могу вам показать всю ее длину. Но качество, конечно, понятно, что это не оригинальные вещи, понятно, что это такой. Это набор, я бы сказал, для того, чтобы понять, нужно ли вам это. Вот эта селфи-палка, я думаю, она у меня тоже будет востребована. Кстати, если ее не выдвигать, ее тоже можно использовать как такую ручку, только побольше. Но она без штатива. То есть здесь уже можно только накрутить что-то еще дополнительно. А, здесь можно накрутить вот эту вот штукенцию. И у нас выходит такой конструктор. Ну, в принципе, вот так вот это уже превращается в штатив. Ну, и вот такая тема у нас получилась. Вышел на балкон, чтобы снимать. Отличная погода. Вот такая палочка-выручалочка для воды. Вот такая штучка очень классная. Они есть в самых дешевых наборах, прям такие, как поплавки, ярко-желтые. И, как по мне, выглядит это неэстетично и не очень симпатично. Вот эта же штучка выглядит симпатично. Можно вместе с ней ходить прямо и по улице, почему бы нет. Когда ваше GoPro оказывается в воде, то вот этот поплавок не дает ей тонуть. И к тому же, если вы едете на какую-то активную экскурсию, допустим, не знаю, рафтинг, какие-нибудь там водные, в общем, моменты и приключения, вы можете спокойненько здесь вот скрутить, положить деньги. Прорезиненная крышечка не дает вовнутрь проникать в воде. И, соответственно, вам по факту ничего с собой не надо. Берете вот эту вот ручку, туда кидаете немножко налички, GoPro закрепляете и едете на экскурсию, допустим, в каком-нибудь там Турции, Египте или где вы отдыхаете, налегке. Мне кажется, вот эта штучка тоже довольно-таки полезная и, вероятнее всего, у меня она будет востребованная. Веревочка на руку, ее можно прикрепить, есть чехлы для GoPro к чехлу, ее можно прикрепить вот к этой ручке и, скорее всего, это так и задумано. Она такая тоже яркая, ее тоже будет видно в воде и как дополнительный такой какой-то элемент защиты. Также ее можно прикрепить к селфи-палке, в общем, куда хотите, туда и прикрепляйте. Ну, веревочки лишними не будут, но вы сами понимаете, что все вот это вот стоит центы, копейки. Вот такой вот зажим. Вот этот зажим очень прикольный. Я уже попробовал сюда вот прикрепил GoPro, она сюда прикрепляется, закручивается винтом, ну, все как по классике GoPro. И этот зажим можно цеплять на... Он очень жесткий, я прям одной рукой вот левой еле-еле его открываю. Его можно цеплять, допустим, на рюкзак, его можно цеплять, ну, вот хоть сюда, допустим, и вести съемку с таких необычных ракурсов. Допустим, при пешей прогулке на рюкзак и съемка с уровня груди, мне тоже кажется таким интересным моментом, можно его прикрепить, наверное, где-то на щиток велосипеда, потому что вообще этот крокодил сам по себе, ну, довольно-таки широкий уровень захвата. В общем, можно поэкспериментировать, и я думаю, что вот эта штучка, она тоже будет у меня полезна. Это оригинальный кабель GoPro, он нашел в комплекте, но поскольку она заряжается от обычного Type-C кабеля, кабелей дома огромное количество, поэтому необходимости нет. Это тоже две оригинальных штучки, это, допустим, на шлем, или, я думаю, на щиток велосипеда ее приклеить, и выходит вот такой вот зажим. То есть здесь ваша GoPro, а когда не нужно, вы его спокойно открываете, и вот эта штучка, не привлекая внимания, остается, допустим, на шлеме, на щитке велосипеда, на щитке мотоцикла. В общем, такой тоже интересный, но это оригинальный, конечно, комплектный аксессуар. Видите, везде написано GoPro, и качество здесь чувствуется намного-намного лучше. Самый дешманский, какой может быть с Алиэкспресса, такой тоже мини-штативчик. У него даже вот эта штучка пластиковая, винт. Его можно прикреплять, допустим, на какие-то поручни, на какие-то, ну, такие вот моменты, но у меня, честно, он доверие не вызывает, во-первых, и, во-вторых, риск уронить дорогостоящую камеру из-за того, что вот этот вот штатив такой хлюпкий, я их на Алиэкспрессе видел, наверное, по 50 центов. Так что, наверное, вот это вот первая пока в данный момент бесполезная вещь, которую мы с вами сегодня увидели. Сейчас будем смотреть дальше, возможно, будут еще какие-то бесполезные вещи, но пока вот так. Так, ремешок на руку. Ремешок на руку одевается как часы, то есть можно вверху на запястье, можно на уровне, точнее, можно на предплечье, можно на запястье. Сюда цепляете вашу камеру, если необходим какой-то переходничок, я так понимаю, то, что можно тут что-то придумывать дальше, переходники какие-то есть, и тоже, возможно, какие-то интересные ракурсы можно придумать. Значит, насчет полезности и бесполезности конкретно для меня я пока не знаю, но будем надеяться, что все-таки вещь пригодится. Во всяком случае, пока я на ней крест не ставлю, и думаю, то, что она будет мне полезна, вопрос только когда и при каких условиях. Еще один какой-то ремешок. Стоит ли все это 30 долларов или 40 долларов? Вы знаете, наверное, все-таки стоит, потому что вещей много, даже если каждая вещь там по 50 центов по доллару, оно своих денег стоит. Вот этот ремешок, напишите в комментариях, если вы знаете, что это и для чего никаких ни креплений, ни зажимов я не вижу. И, наверное, вторая пока в данный момент сомнительная вещь, вот туда вот у нас уходит она, нагрудный, нагрудный такой вот держатель, то есть он одевается как майка, и сюда крепится ваше GoPro, опять-таки, либо через какой-то переходник, да, так, да, или как оно тут крепится. О, да, просто надо сильнее давить, не бояться. Вот такая вот конструкция у нас получается, сюда у нас садится ваша экшн-камера, и вы с груди снимаете, у вас свободные руки. Я, в принципе, основная причина покупки GoPro, это для того, чтобы освободить руки и как-то быть более свободным в передвижениях, быть более свободным. Потому что телефон, честно, за два года надоело мне снимать, надоело им управляться, жонглировать, каждый раз думать, чтобы его не уронить, каждый раз думать, чтобы там с ним аккуратно обращаться. Вот эта вот штучка, кстати, она такая, одна, наверное, из самых качественных в данный момент вещей, которые я распаковал, я думаю, тоже будет у меня востребована и полезна. Вот такой, как я вижу, влагонепроницаемый мешочек, есть, и пускай будет. Ну, еще одна веревочка, по качеству намного хуже, чем предыдущая, а вот эта... Что-то напоминает какую-то отвертку, что попробую потом после ролика погуглить по фоткам, если получится чем-нибудь найти, так тогда, когда уже буду монтировать ролик, вставлю весь этот момент. О, вот эта вот вещь мне 100% будет нужна, 100% будет у меня востребована и 100% будет для меня интересно. Это у нас что? Это у нас правильно. Это у нас крепление на раму велосипеда или на какую-то трубу. Вот так вот она, то есть по диаметру она очень большая, это можно еще дальше раскручивать, одеваете и крепите вашу экшн-камеру. Очень полезная штука, я заказал с Аликом, еще у меня не было камеры, еще в прошлом году несколько таких вот штукенций. Отдельно они у меня где-то валяются, ну и вот эта штука, конечно же, будет тоже мне нужна. Так, вместе с ней в пакетике лежали несколько винтов, винт побольше, винт поменьше, видим по длине. Кстати, один из винтов у меня где-то тут тоже оригинальный валяется, как мне его потом определить, я не знаю, но я его закидывал отдельно, поэтому он точно не в пакете. А потом вот такие вот переходнички, чтобы вашу камеру можно было на держателях разворачивать в какую-нибудь из сторон, допустим, вот так вот играться, или просто поворачивать, в общем, переходнички вот эти, я уверен, что тоже пригодятся, пока я не большой спец во всем этом, но уверен, что лишним вот эта вот гора мелочевки не будет. Здесь огромное количество у нас, пакет в пакете, да, все как всегда, огромное количество у нас вот таких вот тоже держателей, креплений, вот похоже на оригинальные, кстати, может быть, я даже и на велик закреплю и не оригинальную штуку, посмотрим, и вот такие вот подложки под них, это вот, кстати, вот какие-то две вообще помятые в хлам. Напишите в комментариях, кто пользовался, насколько они соответствуют оригиналу, и не потеряю ли я где-нибудь по ходу движения камеру, если буду пользоваться в том числе и вот этими вот китайскими держателями, ну, самое главное, вот этими клейкими штуками. Держатель на лобовое стекло или просто на стекло тоже имеет огромную, как-то назвать, амплитуду движения, то есть вы можете вашу камеру зафиксировать, как вам удобно. Можно использовать GoPro в автомобиле для съемки каких-нибудь интересных ракурсов, а можно, допустим, использовать GoPro, я даже знаю, некоторые люди используют как видеорегистратор, почему бы и нет, допустим, если вы где-то едете, поставил как видеорегистратор, потом снял и пошел снимать дальше. Тоже крепление, в том числе и на раму велосипеда, вы посмотрите, насколько она легка, не нужно ничего раскручивать, закручивать, потом в зависимости от диаметра трубы, куда вы цепляете, вы делаете зажим вот на этот вот, оп, и все. Слушайте, классная, удобная, маленькая, в карман закинул, места не занимает, допустим, даже тот же каршеринговый велосипед взял, зацепил камеру, повесил, потом снял. Секунда времени, отличная вещь, одобряю. Еще небольшая гора вот таких вот креплений, уже некуда у меня их тут ложить, два крепления таких, одно крепление вот такое, это все нужно уже подбирать под ваши потребности. В общем, огромное количество креплений, наверное, для тех людей, которые ведут активный образ жизни и используют GoPro там велосипед, мотоцикл, шлем, что-то еще, то классно, сразу закрепил вот эти вот заглушечки везде, и потом спокойненько, спокойненько просто используешь их по назначению. Знаете, в чем прикол? Вот один из этих пяти винтов, оригинал, какой из них? Я их сейчас рассматривал, они все такие немножко подертые, они все немножко поцарапанные, они все немножечко такие поцарапанные, какой из них оригинальный, я даже не могу определить, то есть качество вот этих вот винтов так точно от оригинала не отличается ни на капельку. Для чего она надо? Понять не могу. Тоже одна из вещей, какая-то веревка, веревка, наверное, сюда продевается, одна из вещей, которого назначение придется мне поискать в интернете. Держатель, как для телефона, только немножко поменьше диаметра, для вашей GoPro, есть винт вот с этой стороны, есть винт вот с этой стороны, очень легкий, но резьба металлическая, здесь резьба металлическая, и в принципе тоже, думаю, в каких-то моментах жизни вполне может пригодиться. Очередная вещь, такая мягкая, с отдельным креплением, не могу понять для чего, будем искать в интернете. Ну и последние две вещи осталось, крепление, наверное, тоже его можно куда-то, или на руку, или еще куда-то, в общем, вот такое вот крепление, ремешок, и последнее, и последнее у нас в этой распаковке, крепление на голову, крепление на голову тоже может подарить вам какие-то, наверное, интересные кадры, нестандартные кадры, по качеству оно хуже, чем крепление на грудь, крепление на грудь мне понравилось вообще максимально, очень классное, это немножко похуже, но тоже такой вот тут прорезиненные моменты для головы, в общем, по-любому тоже в какой-нибудь ситуации пригодится. Так, друзья, значит, что хочу сказать, давайте подведем, наверное, коротенький итог, в любом случае, вот эти всякие ручки, палки, и эти моменты, это точно, вот, допустим, для отдыха, для поездок, это классно, крепление на грудь, на руку тоже, я думаю, то, что будет востребовано, скорее всего, конечно, кимбурт штуки мне не понадобится, но в любом случае, если покупать, вот, допустим, эту палку, крепление на голову, вот это вот крокодила, отдашь те же 30 долларов, тут тебе пришло, все вот в этом красивом кейсе, сейчас я у него все назад запакую, и радуешься жизни, выбираешь, что тебе нужно, и это используешь. Все, друзья, спасибо всем, что были со мной в этой распаковке, если вы знаете, как использовать штуки, которые я не знаю, что с ними делать, напишите, что, Александр, ты вот на такой-то минуте говорил там про такую-то, допустим, там оранжевую штуку, она используется для того-то, для того-то, очень интересно мне будет почитать, всем огромное спасибо, что досмотрели до этого момента, подписывайтесь на канал, еще несколько видео про GoPro будет, примеры видео-фото-съемки, наверное, что-то вот такое вот, ну и практически все видео на канале я планирую перевести на съемку с GoPro, за исключением тех видео, где нужен зум, с которым меня отлично выручает Samsung S22 Ultra. Все, друзья, всем хорошего настроения, с вами был Александр, канал Ты Турист, и до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok